Не наши герои нашего времени, литературная газета Главная статья 2015 год номер 14, 6504, 8 апреля 2015 года Не наши герои нашего времени, не наши герои нашего времени Не наши герои нашего времени Афарца, Стиляги Смайдана и Олеги Миранови Телевидение, телевидение, теледневник Кондрашов Александр Сейчас молодые люди мечтают много зарабатывать Неважно в какой профессии, желательно в Газпроме Минус так по опросам получается И это большой прогресс в сравнении с 90-ми Когда грезили о валютной проституции и о бандитских бригадах А кем мечтали стать юноши 60-х, в том числе дети крестьян и рабочих Физиками и одерщиками, летчиками, космонавтами, поэтами, кинорежиссерами, геологами, первооткрывателями Таковы были приоритеты, навязанные в том числе и радио и ТВ И эти мечты у многих сбывались Валютных спекулянтов и фарцовщиков тогда было крайне мало Их презирали И сажали Теперь, как гордо поведал продюсер Александр Цикало вечернему урганту Они стали олигархами, министрами И, добавим от себя, презирают всех этих ядерщиков, первооткрывателей и поэтов Которым за всю жизнь не заработать столько, сколько бывшие фарцовщики получают в месяц А когда зайкнешься о прогрессивной шкале налогообложения Которая во всех цивилизованных странах работает на смягчение социальной вражды То машут руками Мы еще не дозрели Психология фарцовщика дает о себе знать Сериал фарца Который, по словам создателей Куда более дерзкая история Чем оттопили стиляги И вправду с какой-то особой дерзостью И, я бы добавил Цинизмом расправляется со временем романтиков и бессребренников Сценаристы фарца Юлия Иглис Александр Кот и Цикало Тоже фарцовщики Они спекулируют светлыми шестидесятыми Какими они были изображены в прозрачных, счастливых, чистых кинофильмах Я шагаю по Москве Георгия Данелия Мне 20 лет Застава Ильича Марлина Хуцеева Скопированы узнаваемые сцены Даже персонажи Главный герой фарцы похож на молодого писателя-консомольца Замечательного Алексея Локтева у Данелии Приехавшего в Москву со строя к Сибири Его друзья На других героев этих картин Искренних, добрых, бескорыстных работяг и студентов Которых играли молодые Никита Михалков Евгений Стеблов Николай Губенко и Станислав Любшин Но этого мало В сериале мелькают известные писатели шестидесятых Василий Аксенов Михаил Светлов Геннадий Шпаликов Есть Юрий Гагарен И даже главный редактор легендарного журнала «Юность» Правда, это не Борис Полевой и не Валентин Катаев А некая богемная дама Преподающая начинающим писателям Премудрости литературного мастерства в постели Минус не всем, а только талантливым Фарца Стартовав на пролетарской заставе Ильича Очень быстро шагает в грязные подворотни и скверы Где ради денег обманывают, предают, продают Один из друзей проигрался в карты И, чтобы спасти его, писатель оборачивается с телягой и делягой фарцовщиком Торгует досками и костями Входит в контакт с проститутками и уголовниками Играет в карты по-крупному Для чего ворует общак Его ловит, судит и Оправдывает, так как он дал согласие на сотрудничество с КГБ Кровавая гебня здесь особенно коварна Беспощадно вербует и бандитов, и людей искусства Лишь один хороший человек в сериале Милиционер в исполнении канадского гражданина Алексея Серебрякова Но он бессилен против союза КГБ с криминалом О, страшные нравы тоталитарного совка Вот такой взгляд из 2015 года на обожаемый даже нашими либералами 60-е Такой патриотический подарок сделал первый канал зрителям в честь своего 20-летия 1 апреля 1995 года родилась ОАО «Орд» И рулить на первой кнопке вместо убитого листья восстали известные фарцовщики Березовский и Патаркацишвили Стоит ли с этой годовщиной поздравлять? Недавно в социальных сетях разразился громкий скандал в связи с приглашением на НТВ украинского стиляги Данила Грачева Во времена Евромайдана этот светский телеобозреватель отметился своими русофобскими высказываниями А теперь, когда пришло время служить в армии, он пересмотрел свое отношение к России и перебрался к Ватникам и Колорадам на ПМЖ На Украине лишились работы многие талантливые журналисты, искренно симпатизирующие России, но их на НТВ почему-то не зовут В связи с этим казусом подумалось, что разговоры о патриотизме на некоторых каналах только для бедных, а по существу все остается как при дедушке И еще на тему патриотизма Наши ТВ ничего не сообщило о другой круглой дате 3 апреля исполнилось полгода, как в тюрьме сидит Олег Миронов В сентябре прошлого года он протестовал против позиций и высказываний бывшего телеведущего Андрея Макаревича по поводу Евромайдана, аннексии Крыма и событий в Донбассе Миронов на концерте машины времени якобы распылил из баллончика перечный газ Испортил ненадолго настроение нескольким поклонникам и охранникам Макаревича И вот уже полгода он в неволе Мы, конечно, не одобряем таких методов протеста Но тут особый случай Олег Миронов, патриот России Его друзья-добровольцы с оружием в руках сражались в Новороссии Некоторые из них отдали за нее жизнь И его отношение к Макаревичам можно понять И тут бы обойтись штрафом или сколькими-то сутками административного ареста Но Миронову грозит до 9 лет тюрмы Какие уголовные статьи ему вменяют? Несколько, и самая тяжкая из них Применение предметов, используемых в качестве оружия По мотивам ненависти либо вражды к социальной группе К какой такой социальной группе? К группе поклонников киевских переворотчиков Обстреливавших жилые кварталы из градов Есть такая социальная группа? И за вражду с ней по совокупности 9 лет На проукраинскую активистку, бросившую в Михаила Пореченкова металлический макет пистолета в театре Не завели и даже административного производства Хулиганы, проведшие акции о сквернении мавзолея В ходе которой его поливали некой якобы святой водой Получили всего по 10 суток административного ареста И лишь кощунствовавшие в храме Христа Спасителя девицы получили двушечку И то потому, что они и их адвокаты жаждали Как теперь стало ясно, реального срока Акционистам либерального помета 9 лет не давали На их защиту вставали все либеральные СМИ Заламывала руки Лия Ахиджакова Мощно подключалась западная пресса И российская прокуратура под Игнатийском отступала А с Мироновым, можно по всей строгости двойных стандартов У нас высокопоставленные казнокрады Даже насильники и убийцы получают условные сроки Или они, как Макаревич с Грачевым Минус социально близкие А патриот Миронов, далекий Главные враги России и ее патриоты Абсурд Во избежание новых манижек правоохранителям Надо быть очень аккуратными в разборе подобных конфликтов Особенно если в них задеты национальные, религиозные, гражданские чувства Или встает вопрос об очевидной социальной несправедливости Иначе вновь актуальными станут строки Бориса Пастернака Так ныне, пункт за пунктом намерениями добрыми доводит нас до бунта Это относится и к телевидению Которое не устает прицельно плевать даже в самое светлое из прошлого И в заключении снова о фарце и прочих сериалах Где действуют не герои, а антигерои Чтобы энергия молодых граждан России не уходила в перечный распыл А тратилась на что-то созидательное Необходимы перемены в экономике, в социальной и культурной политике Необходимо создавать фильмы-сериалы с такими героями Которым хотелось бы подражать Они были раньше, есть в жизни и теперь Правда, не в той социальной группе, что телепродюсеры Теги, Цикала, Эрнст, Березовский, Макаревич, Олег Миронов